За последние четыре года в Ульяновском онкологическом диспансере установлены и внедрены в работу 150 единиц оборудования. От миниатюрных микроскопов до радиотерапевтических комплексов аппаратов МРТ, УЗИ и ЭВЛ. Некоторым машинам аналогов в России нет. К примеру, с помощью цифрового маммографа врачи могут верифицировать новообразование всего в 2-3 мм. Положительный эффект от внедрения передовых технологий подтверждает статистика. На сегодняшний день 57% злокачественного образования в Ульяновской области объявляется на первой стадии. Также могу сказать, что большой объем высокотехнологичных операций выполняется сейчас у нас в диспансере. То есть, если мы раньше пациентов отправляли в федеральные центры, то сейчас мы имея это оборудование, которое мы приобрели по национальному проекту, мы все эти операции выполняем сами. В прошлом году специалисты онкодиспансера провели больше 6 тысяч операций. Из них почти тысяча – высокотехнологичные. Развиваться в этом направлении помогают федеральные программы, среди которых нацпроект «Здравоохранение», инициированный президентом Владимиром Путиным. Итогами от его реализации специалисты поделились с главным врачом Московской городской клинической больницы номер 52. Марьяна Лысенко отметила потенциал регионального диспансера, однако останавливаться рано. В планах обновить не только оборудование, но и саму площадку для исследований. Больше всего хочется новых стен, особенно молодым людям, взрослые уже прижились как-то и в этих, хотя тоже очень хочется. И, конечно, я очень надеюсь, что у вас это реализуется, мечта, потому что вот я 15 лет работаю в больнице 52 руководителем. Да, вот я с первого дня как зашла туда, так мечтала о новом корпусе. Новые площади запланированы уже в этом году. Речь об открытии двух центров амбулаторной онкологической помощи. Это поможет снизить нагрузку на региональный диспансер. Шесть подобных центров уже функционируют в районах области и на базе городских поликлиник. Александра Никитина и Олег Тоньшин. Улправда.ТВ.